Воскресная школа 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 Есть люди, которые окончили духовную семинарию, духовное учебное заведение, но еще не имеют священного сана. Они будут рукополагаться и направляться на эти приходы, чтобы люди имели возможность получить врачевание души. Для общего успеха, конечно же, необходимо установить личные контакты с местными главами. У меня уже установлено отношение с главой города Череповец, мы устанавливаем отношение с главой города Вологды и с другими муниципальными руководителями. Для того, чтобы на месте, имея представление, какая нужда имеется, исходя из реалий, будем открывать приходы. Для того, чтобы эти приходы были заполнены, если можно так сказать, квалифицированными духовными врачами, нам требуется кузница кадров. Это, конечно же, преобразование нашего Вологодского духовного училища в Вологодскую духовную семинарию. Тут надо будет работать сообща, вместе. Я просил господина губернатора помочь. Он обещал всемирную поддержку для того, чтобы священники были готовы дать ответ на отчаяние людей осознанно, извешенно. И, конечно же, священники должны иметь хорошее богословское образование. И для этого нам нужна Вологодская духовная семинария. Я надеюсь, что в течение этого года мы крепко поработаем и будем надеяться, что к будущему году, может быть, наше духовное училище будет преобразовано в Вологодскую духовную семинарию, если на то будет благословение Святейшего Патриарха и Священного Синода и доброе заключение учебного комитета. Но мы будем всемирно трудиться в этом направлении, потому что это приоритетное направление. Как говорил один наш исторический персонаж, кадры решают все. В данном случае это очень серьезный вопрос, фундаментальный, который, я надеюсь, с помощью губернатора и нашего местного и бизнес-сообщества, и общественных организаций мы постараемся решить. Ну и, конечно же, с помощью нашего духовенства Вологодской епархии. Вологодская земля благословена. Здесь очень много святых. Это представители перед престолом Божиим за всех нас. И мы верим, что они нам будут помогать и укреплять в нашей работе. Очень много проблем духовных и материальных у жителей Вологодской области. Очень много делается абордов. Это уничтожение своих детей, уничтожение собственного населения. Здесь нам надо сообща работать. Я надеюсь, что наша совместная работа и с жителями Вологодской области, и с властями, и с общественными организациями поможет сделать жизнь Вологжан более комфортной, как я сказал, не только материально, но и духовно. Человек духовно крепкий, человек, который имеет духовный стержень, он всегда свободен, он всегда личность, он всегда перед Богом. Я желаю всем Божьей помощи и Божьего благословения, призывая на всех Вологжан. Мы искренне желаем управляющему Вологодской епархии, преосвященнейшему епископу Игнатию, мудрости, терпения, сил и любви в управлении нашей древней Вологодской кафедрой. А наша программа продолжается, и сейчас мы хотим обратиться к евангельской истории и предоставим слово священнику Александру Краеву. Дорогие братья и сестры, продолжаем наше чтение и изучение Евангелия от Марка. Царирот, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им. Другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Так апостол и евангелист Марк рассказывает о тех мнениях, которые распространялись в народе о Господе нашем Иисусе Христе. Некоторые считали, что Господь Иисус Христос – это пришедший Илья. Такое мнение могло быть свойственно патриотически настроенным иудеям, которые ожидали скорого пришествия Мессии. Причем под Мессией, под Спасителем, они разумели гениального политического деятеля, царя, который будет послан Богом, который освободит иудейский народ и направит их на победоносную войну с язычниками. И по распространенным мнениям того времени, перед пришествием такого царя должен был прийти ветхозаветный пророк Илья. И вот патриотически настроенные иудеи полагали, что Господь Иисус Христос и есть тот самый Илья. Другая часть населения считала Господа Иисуса Христа одним из пророков. Это тоже было распространенное ожидание в то время, потому что, по убеждению многих, со времени смерти последнего из ветхозаветных пророков, вот уже 300 лет небо было закрыто и пророческий голос не звучал. И считалось, что появление пророков будет началом пришествия в мир Мессии. Весть о Господе Иисусе Христе дошла и до царского двора. Апостол и евангелист Марк приводят слова испуганного царя Ирода, который говорил, что это Илья воскрес из мертвых, и потому великие чудеса совершаются им. Надо оговориться, что тот Ирод, о котором здесь упоминает евангелист Марк, он является сыном Ирода Великого, который благоукрасил храм, который занимался активно строительством, с одной стороны. С другой стороны, он был человек крайне безнравственный и жестокий. Именно при правлении Ирода Великого родился Господь Иисус Христос. И буквально через год после Рождества Спасителя Ирод Великий умер, оставив царство палестинское своим сыновьям. И вот Галилеей правил один из сыновей Ирода, Ирод Антипа. Нужно сказать, что евангелист Марк несколько неточно называет Ирода Антипа царем. Гораздо более верно назвать его этнархом. Он являлся правителем, но не самовластным государем. Вот евангелист Лука, будучи человеком образованным, как историк, он очень точно приводит титулы, звания людей, царей того времени. Но мы же с вами помним, что святой апостол и евангелист Марк пишет свое Евангелие с живых рассказов апостола Петра, который был простым рыбаком, а для простого человека, рыбака, для него вот эти политические тонкости не имеют значения. Царь он и есть царь. Ирод Антипа совершил нравственное преступление. Он взял себе в жены супруга своего родного брата. Нужно сказать, что вообще брачные связи семейства Ирода Великого очень запутаны. Сам Ирод был женат неоднократно. Он был человеком чрезвычайно подозрительным. Даже предавал казни своих родственников. Поэтому неудивительно, что Ирод Антипа стал наследником безнравственности своего отца. Он совершает принародно преступление закона. Это было запрещено. Такие браки в Ветхом Завете строго запрещались. Это считалось прелюбодейством. Поэтому учитель покаяния, святой Иоанн Претеча, возвышает свой голос и не боится обличить в этом соблазнительном греховном поступке самого царя. За что вызывает его гнев. И далее Евангелист Марк подробно расскажет о той трагедии, при которой был убит святой Иоанн Претеча. Об этом мы поговорим несколько позднее. Но здесь важно увидеть, что Ирод испугался явления Господа Иисуса Христа. Это было мнение человека с греховной, отягоченной совестью. Нужно сказать, что за грехом всегда следует страх. Страх есть неизменный спутник всякого греха и всякого беззакония. Поэтому святитель Феофилакт, епископ Болгарский, и говорит, что Ирод дошел до такого жалкого состояния, что боялся даже умершего человека. Ну а в следующей нашей с вами встрече мы подробнее остановимся на том трагическом повествовании о смерти мученической святого пророка и Претече Иоанна. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Но мы не прощаемся с вами, и в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok